всем привет друзья всех снова рад видеть на канале ребята нас с вами сегодня поездочка будет сейчас мы едем по екаду екатеринбургская кольцевая автодорога надеюсь в этом году ее как обещали закончат строительство замкнут все-таки екатеринбург полностью кольцом там осталось совсем немножко я проезжал в районе челябинского тракта они сейчас строят ну ребята молодцы на самом деле строят просто колоссальными темпами вот а сегодня у нас поездка чем запланировать сегодня кстати хочу сказать 2 мая 2022 года екат с правой стороны у нас микрорайон солнечный сейчас будем проезжать академический широкая речка вот и движемся мы с вами в сторону кушмы это у нас поездка будет в зеленый гор меня 10 месяцев назад когда последний раз и снимал видео человек солнечного узбекистана очень попросил съездить там по маршруту 42 автобуса по уралмаш уходят неохота ехать по городу но вот в зеленый гор мы все-таки заедем сейчас прокатимся по зеленому гору потому что человек все-таки больше просил именно в зеленый гор поехать с южной части города тупо на северную через город не очень охота ехать лень по всем пробкам вода я выбрал именно и как с приказом и прокатимся погода у нас такая второе вроде мая а чё-то на улице прохладненько на самом деле мы хоть и светит солнце но это ветер такой прохладный достаточно нормально целом пойдет около 10 градусов тепла ну не очень хорошо себя чувствуешь я еще немножко то ли приболел то ли что в нос говорю вот так что движемся в зеленый гор дорога мне это очень нравится едем не спеша и нарушаем 90 километров в час дорога прекрасно но сегодня ветер я прям чувствую как машину чуть-чуть туда-сюда таскает носит я честно говоря не очень хорошо знаю я снимаю на телефон дорогу но не очень хорошо дорогу знаю что-то за фигня у меня произошло с навигатором по всей видимости у меня просто тут телефон не ловит взял другой свой старенький телефон самсунговский вот еду с ним сейчас а вот сюда 38 километров что-то это не то как-то много сильно мне кажется ну ладно едем да ну вот 38 километров до зеленого бора то есть город у нас немаленький я его обезжаю практически по кругу ну с юга на север но в этом выпуске будет дорога до зеленого бора в следующем уже я планирую следующий выпуск уже будет у нас сам непосредственно зеленый гор там с правой стороны у нас сады находятся поэтому здесь стоят эти щиты звукоизоляционные сейчас я посмотрю да идет запись видео камера что-то так не очень комфортно стоит еще да ребят спасибо большое за вашу активность что смотрите видео пишите предлагаете там вот еще одно предложение вышло по солнечному микрорайону я скорее всего сделаю стрим по микрорайону солнечный я еще точно не знаю как это будет возможно скорее всего это будет стрим я просто сам живу в этом микрорайоне солнечном и вот человек который меня попросил я уже не помню куда мне написал если вы рассматриваете этот район для жизни слушайте это хорошее решение это на самом деле превосходное решение я вот уже живу год в нем ну у меня квартира год назад здесь сдалась застройщик сдал недвижимость вот прекрасный район на самом деле нисколько не жалею есть одно но этот район действительно хорош для жизни он потрясающий район но есть одно но если вы работаете где-то в центре города блин будьте готовы что с утра это как минимум час дороги в центр города займет ну потому что пробки очень сильно напрягает это действительно просто песен час и еду как бы не сказать что стоим все равно движемся но пробки хотят сделать у нас там еще сейчас дорогу тоже ну я это конечно видео покажу может быть я и видео запишу скорее всего мне кажется все таки будет стрим у нас там делают двухполосную дорогу сейчас расширяет вот именно от яката вот по той дороге которую мы едем и делают ее в сторону города там еще вторую новосибирску будут реконструировать в этом году тоже должны скоро уже начать я думаю что все таки это немножко разгрузит дорогу ну потому что там одна полоска ну вот реально просто все едут кому-то надо налево направо и все стоят ждут вообще капец конечно так что если вы рассматриваете район для жизни солнечные отличное решение просто превосходное нисколько я не жалею в этом районе никто так в городе екатеринбурге не строит общественные пространства как в солнечном у нас потрясающий банк очень красиво так по европейски все ну реально такое ощущение где-то ты в европе находишься в общем классно все здорово мне очень нравится вот но обязательно сделаю видео и сегодняшнюю тоже поездку я достаточно надолго выехал из дома чтобы поснимать будет несколько выпусков я разделю конечно же это видео все обязательно по поводу снимать жилье в солнечном или покупки недвижимости в солнечном я скажу так в среднем однушка в районе 20 тысяч рублей у нас стоит снять на месяц по стоимости сейчас реально очень дорого покупать опять же есть маткапитал я понимаю что из узбекистана скорее всего гражданство наверное нету российской федерации проблематично покупать но снять можно в принципе вообще даже студии там квадратов 20 наверное студии где-нибудь я не знаю в районе 15-18 можно найти в солнечном сдается я смотрел не так много предложений конечно я кстати тут рекомендую пользоваться сервисом яндекс недвижимость ну не реклама на самом деле но сервис реально классный я сам сдаю недвижимость свою но она правда в центре Екатеринбурга находится я сдал вообще без боли без малейшей боли ко мне пришел человек сделали фотографии сделали 3d тур моей квартиры буквально за неделю мне поступило две заявки ну уже два жильца они мне нашли то есть да они немножко накидывают да денежку там что яндекс себе получает но лично я как арендатор вообще ни за что не парюсь во первых они страхуют твою недвижимость мне реально пришел страховой полис они дают гарантию если человек вовремя не оплатил то есть ну 28 числа да например заселился и 28 числа должен платить если же человек не заплатил 28 числа мне вовремя яндекс мне сам оплачиваю это мне как арендатору большие плюсы я не беру никаких комиссий то есть как написано объявление да сколько там ну 25 например тысяч рублей да в месяц должен жилец оплачивать он и оплачивает эти 25 тысяч рублей все застраховано все замечательно договор хороший правильно я тут с юристом тоже на работе поговорил ему понравился договор как бы аренды все нормально все прекрасно расписано что еще да еще кстати яндекс аренда именно для тех кто снимает жилье так как жилье застраховано то есть он не берет никаких ну естественно жилец оплачивает эту страховку но к сожалению это в интересах жильца больше вот то есть жилец оплачивает эту страховку то есть жилец вообще ничего не платит если там кого-то затопили ну обои ободрались даже это все оплачивает страховка вот это очень крутая вещь мне кажется яндекс аренда но она так-то по зубам хорошенько риэлторам сейчас даст ну риэлторы мне на самом деле не очень нравится а мне нравится что яндекс работает и работает он с людьми вот ну да есть комиссия я вот смотрите я скажу так я свою квартиру выставил за 25 тысяч рублей ну в центре города фактически да как бы ну практически там южный автовокзал вот недвижимость она свеженькая там ремонт хороший как бы то есть ванна туалет все сделано все замечательно жить можно ну нормальное такое жилье я выставил за 25 тысяч рублей яндекс выставил объявление за 27 500 ну то есть грубо говоря 2 500 яндекс в месяц получает комиссию с жильца вот то есть человек оплачивает 27 500 но 2 500 входит яндексу а 25 тысяч мне и в эту стоимость включено все реально все все что может касаться как бы безопасности проживания ну у меня еще дом тоже такой хороший у нас консьержка сидит у нас круглосуточная охрана в моем комплексе да то есть там реально охранники ходят видеонаблюдение другом вот мне это очень нравится на самом деле круто и вот здесь вот в солнечном я считаю что если вы найдете объявление через яндекс аренду все-таки присмотритесь к яндекс аренде это вот мой совет вам такой да чуть-чуть будете переплачивать но зато это хорошая гарантия того что даже план собственной квартиры не придет и не скажет что вы тут это самое развели идите нахер отсюда да ну что то в таком плане вот такого не будет яндекс тоже дает гарантию жильцам так ну что у нас тут заканчивается хороший участок сейчас будет сужение дороги сейчас начнется у нас однополосная дорога капец прям с ворот на Екатеринбург сейчас мы заезжать будем на мост в левую сторону это в сторону Перми Казани Кирова туда можно уехать а право это Екатеринбург ну нам направо не надо мы едем прямо вот этот вот участок дороги по которому мы сейчас с вами проехали его не так давно открыли но пожалуй это один из самых лучших участков дороги в Екатеринбурге ну может быть еще Челябинский тракт тогда его сделают прям вообще прекрасно все будет без какой-либо боли буду ездить я в Челябинск на Челябинске озера отдыхать так солнце спряталось за дочь это наш Урал могучий солнце вышло и за дочь все равно Урал могучий там походу начинается какая-то дичь пробка что ли впереди видно мне это не очень нравится пробки у нас никто не любит у меня сейчас такое еще ощущение складывается что возможно мы с вами можем попасть под дождь конечно тучи вроде бы не дождевые просто пасмурно есть вероятность вроде бы дождя то не обещали но кто его знает так у меня опять здесь связи нет ничего нет блин надо было мне все таки наверное скачать карты в телефон у меня телефончик старенький точнее это даже не мой телефон я его когда-то давным давно просил попользоваться на андроиде блин это такая боль на самом деле старые телефоны он еще не топовый он DOS какой-то Samsung DOS что-то даже не написано модель но старенький уже уже не пользуется и он мне почему-то не показывает дорогу это меня напрягает сразу ребят хотел бы сказать я северную часть города не очень знаю чтобы что-то тут рассказывать интересного вот я потому что живу все-таки в южной части города она мне близка она мне лучше милее да кстати ребят такой вопрос еще не могу ну вот у меня айфон телефон на который я снимаю подключаю может кто знает может кто подскажет я вот столкнулся с такой проблемой я знаю что можно как-то через iTunes на компьютер скинуть видео блин кошмар тут через iTunes можно скинуть видео которое ты вот снимал на телефон я его скидываю точнее у меня постоянно вылетает телефон я пытаюсь как-то через ну сейчас есть Google диски Яндекс диски скидываю туда и потом скачиваю уже на свой компьютер скидываю скачиваю а он у меня в редакторе не открывается нифига вот вообще странная вещь какая-то не знаю а не могу еще даже с телефона скинуть ну напрямую через шмот через iTunes пытаюсь то же самое почему-то падает постоянно связь ну не качается грубо говоря ну и как-то если мы относимся то есть что да и ну и нет ну и делать потому что я я я это Какая есть возможность, чтобы все там уже перестраивается. Скажем спасибо водителю, дальнобойщику. Немножко аварийки. Да, ну сегодня я уже себя, конечно, поучше чувствую, чем вчера. Вчера прям вообще как-то тяжеловато было, полон нос, гадости всякой. Сегодня легче. Решил сегодня прокатиться. Блин, меня напрягает то, что только я вслепую еду, карту не вижу. Похоже, мне надо будет где-то потом остановиться. Потому что ехать так невозможно. Я вот сейчас смотрю на телефон, он так немножко трясется. Здесь не совсем, скажем, хорошая дорога. Надеюсь, мой айфон справляется с этим тряской. Ну, должен, по крайней мере, там все равно стабилизация какая-никакая присутствует. Прям совсем так требежится. Но вроде все нормально на видео. Ух, тут кто-то тормозил на фурах. Столько полос черных. Ремонт и дорог кругом. Сезон начинается строительный. В нашем замечательном городе. Весовой контроль мы проехали с вами. Табличка, точнее, сейчас где-то он должен быть тут. Это для дальнобойщиков, чтобы проверить веса свои. Разрешен, груз не разрешен. Нет ли нигде перегруза. Да, по всей видимости, здесь весовой контроль. Вот с правой стороны находится. Здесь у нас еще и ограничение скорости. Что-то странно, тут весовой контроль было написано, а нету ничего. Интересно. Тут еще и камера рабочая. Что у нас там заработал интернет? Блин, интернет так и заработал. Так вот неохота останавливаться. Телефон-то еще еле работает. Так, Wi-Fi подключен. А чего ж ты тогда хочешь, собака? Так, вроде сейчас подключится. Просто ехать в слепую не очень удобно. Приходится с айфона раздавать, интернет, Wi-Fi. Нет, что-то миф какой не хочет. Да, все-таки надо будет скачать карту лучше. Офлайновские. Офлайновские. Вот он. Вот он. Ладно. Все. Во-первых. А то так нужно будет и уехать по кругу Екатеринбурга. Продолжение следует... Продолжение следует... Слушайте, ну вообще карты не работают. Капец просто какой-то... Продолжение следует... Тут как-то помню. Хотите верьте, хотите нет. Летел на самолете. Много раз как летал, конечно. Пробовал запустить Яндекс карты в самолете. Но я прям сидел возле алюминатора. Это было прикол вообще. Слушайте, это круто. Я заранее немножко прогрузил карту. Значит, ну примерно на местном, где бы полетел. Ну яркий пример. Мы как-то летали на Дальний Восток, в Благовещенск. Там из пересадки в Новосибирск. И вообще как бы там бывало и обратно летели. Да, обратно вообще без пересадки летели. Прекрасно долетели. Вот. Ну и все. Я достаю телефон, открываю Яндекс карты. Посмотреть, как бы определить, не определить. Слушайте, реально определяют GPS, работают. Он мне показывает, где я лечу. Это круто. Самое интересное, что он показывает. Скорость. Вот в чем прикол-то. Там скорость 700 км в час. И ракета такая нарисована на карте, что передвигается. Как ракета, блин, движусь. Вот и такое бывает. Там сзади меня пятнашечка какая-то едет, что ли. Или 14-ая. Прям так все обогнать хочет. Обогнать, он прям лезет, но не может. Пищит и лезет, но не может. Да и куда тут обгонять? Встречка одна сплошная. Конечно, я понимаю, что 60 км в час это... Ну это все, это край просто. Похожividad. Так. Похожiyor. Если я смогу. Медведь подвечет ткée. есть. Нет. Нский селегий. Как Mendв загадка. Венille. Влет septебр. Влажная неда. Н inclusive. Не замечаю. Вообще. Очень некоторые초е. Хорошо прож parentheses так даже. Ну, вот здесь-то должно начинать уже ловить Серовский тракт. Сколько я понимаю, да, вроде Серовский тракт. Так, ну давай, не проведи навигатор. Не знаю, вроде всё нормально, заработало. Посмотрим. Братан, ты вот перестроился. Ну, ладно, Ферст. Я так вот даже не могу. Да, здесь недалеко озеро Шубатиш есть. Легендарное место в советское время. Там был рынок стихийный такой. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Здесь прямо всё Скоро, если к Эдинбург объедем По кольцу, конечно, оно ещё пока не замкнулось В районе Челябинска Но когда откроют полностью Екат Обязательно будет выпуск Я прокачаюсь полностью по всему кругу Это первое кольцо в Екатеринбурге Это исторический момент Для всех нас Сколько можно там ехать Чаще ехать Я вроде бы как смотрел Автобус 142 Если я не ошибаюсь Он здесь уже едет То есть он из Екатеринбурга выезжает На трассу Он посюда едет Я могу ошибаться Уважаемый подписчик Который меня попросил туда съездить Напишите комментарий Едет ли он по этой дороге Эта вот дорога Мы вот уже с Пышму Проехали как бы Проспект космонавтов Вот и Пышму Который идёт И он направо поворачивает Как раз вот это направо Вот это похожая дорога По которой он едет Ну я могу ошибаться Могу Ну вроде я смотрел по карте Как едет автобус Что скорее всего он по-моему тут и едет Так что в принципе Я человека не обманул Он меня попросил съездить в Зеленый Бор И по машину 142 По моему автобуса Или 145 Поехаться Ну в принципе да Как бы по пути его Вот мы едем Ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Прошу прощения Капец там даже Ладно хоть крепление выдержало Мы нелегкий телефон Блин, да когда там уже этот поворот-то, блин. У меня такое ощущение, что мы никогда не приедем. Точно ли он меня куда-то в зеленый бур ведет? Так, еще камера у меня стоит. Ну вот, скотина стоит с камерой, да, уродец. Мне просто казалось, что зеленый бур где-то рядом с пышной, но... Так, подождите. Или я чего-то не понимаю? Похоже, меня обманул навигатор. Он у меня застыл. Короче, меня навигатор обманул. Короче, немножко мы не туда уехали. Сейчас я буду думать, как мне развернуться. Потому что сколько можно уже ехать? Брежь, брежь нам не надо. Да. Да, мы проехали, к сожалению. Ну, блин, сейчас что-то буду думать. Где-то тут надо мне будет развернуться. Хотя... Похоже, я знаю, где я могу развернуться. Зато ребята прокатились. Да, я, похоже, знаю, там можно будет сейчас развернуться мне. И я настроюсь уже хорошо. И поеду. Я немного промазал. Ничего страшного. Это меня навигатор подвел. Я, кстати, сразу предупредил в начале выпуска, что здесь дорог я не знаю. Особенно в Зеленом Бару я, по-моему, ни разу никогда и не был. Но вот здесь вот можно развернуться. Будет большая петель. Это такая специальная. Через уступи дорогу. Здесь никого и нету. Сейчас мы вот здесь вот развернемся. Сейчас мы вот здесь вот развернемся. Вот туда. Здесь. Так, ну что. Развернемся. Да, поедем. Только в начале я хочу сделать карты себе нормальную. Так, пока вот здесь вот встанем. Так, все. Больше я не поеду никуда с этим навигатором. Пока не скачаю карты. Угу… 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 Угу. Угу… Угу… Да, у меня неправильно меня показал. ну вообще точнее завис блин весело однако так загрузка карт так так не пойдет у нас дело это слишком долго 300 чем-то мегабайт давайте тогда знаете как поступим здесь у меня есть еще карты но немножко не подготовлены а а а Продолжение следует... Блин, почему он меня там определяет? Тут какая-то проблема, мне кажется, есть с GPS, потому что он меня определяет неправильно. Ну все. Продолжение следует... Да, слабенький, конечно, телефончик. У меня вообще почему-то показывают, что я где-то в решетах еду. Ой, дурачок, ой, придурок. Аминь. 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 Так, скачаем тогда еще карты одни Ну, ребят, технические неполадочки Ну, что, бывает Бывает Никто от этого не застрахован Но я вот смотрю, в принципе Еще можно минут 10 мне поснимать Для выпуска Будет длинный выпуск Ну, зато посмотрите, что Да, это первая такая У меня серьезная Косяк такой на канале Ну, что Все получается только у тех, кто ничего не делает Как говорится Сейчас посмотрим, что нам предлагают эти карты У меня просто определяет По GPS-у не в том месте, где я нахожусь И я с этого места почему-то не двигаюсь Вот в этом проблема Это и в другой части города вообще Какая-то длинная установка Какая-то длинная установка Долгая Так, все установлено Будем надеяться, что дубльгиз Меня не подведет Будем надеяться, что дубльгиз меня не подведет Так, все установки, что дубльгиз меня не подведет Так, все установки, что дубльгиз меня не подведет Ну, в принципе, зеленый бор здесь не так далеко находится Так что, я думаю, мы быстренько сейчас долетим до него У меня город до сих пор еще скачивается 90% уже скачалось Все, город скачался Вот, теперь, похоже, меня правильно определил Сейчас будем искать зеленый бор Нища А.З Так, зеленый бор, поселок, верхняя Пышма Почему-то он мне пишет 3 часа ехать Это как так? А. Не на общественном транспорте? А. Так. Так, он меня все равно определяет почему-то неправильно Ах, не знаю, как с этим поступить Так, друзья, наверное, я на этом закончу сейчас наш выпуск Блин, я все-таки возьму телефон нормальный свой И на нем уже доеду до зеленого бора Потому что, почему-то он меня тоже неправильно определяет Ладно, друзья Спасибо, что смотрели этот выпуск Обязательно подписывайтесь на канал Если еще не подписаны, поделитесь этим видео Если вам такой формат нравится Ну, а на этом все Всем спасибо И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok